Просто будет слышно, скажите, ладно? Хорошо. Да. Слышно? Да, слышно. Ты нажал на какую-то ноту. Слушайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это было очень красиво. Да, Фетя, потрясающе. Я даже заслушалась. Спасибо тебе большое. Я вас не слышу сейчас, я наушники просто надену быстренько. Ляля, слышно теперь? Слышно, да? А, всё. Спасибо большое. Это тебе спасибо, Фетя. Ты очень порадовал нас. Ага. А как давно ты учишься играть? С десяти лет. Я же говорил на теме Дэд об этом. А, да, точно, точно. А, извините, а я вот этот, как его, куда я буду ссылать видеоролик? Ну, в Телеграме мне вышли. Вам в личку или в эту группу тема Дэд? Можно и туда, и туда, куда хочешь. А, ну ладно, я только сегодня или завтра вышлю. Да, не забудьте, ребята, кстати, Коля вот тоже и Федя о том, что завтра до двенадцати срок у нас. Сейчас, извините, я просто быстренько отойду. Давай, давай, ага. Ребята, всем остальным здравствуйте. Илья вот к нам подсоединился. Ева, да? Здравствуйте. Здравствуйте, меня тут два вообще. Илья даже два. Хорошо. Илья даже два. Извините, и все, я пришел? А, извините, еще, Лариса, вы сказали, что я должен телефон положить. Если что, я просто не на телефоне все это делаю, я на компьютере. Я на телефоне только в Телеграме у вас. Ага, ну хорошо. 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 А скоро у нас начнется? Я думаю, мы одну-две минутки еще подождем, да, Николай, и начнем. Да, я думаю, подождем. Вот, насчет предыдущего урока. Кому-то было что-то непонятное? Кто хочет рассказать мне, что-то он узнал, или хочет меня спросить? Ну, я все понял. Вы показывали презентацию, а на презентации все очень понятно. И вы рассказываете, понятно. Вы все поняли насчет белков. Вот в чем, какие у нас используются белки? А, извините, повторите еще раз вопрос. Вот у нас есть белки, да? Вот какие у нас правши белки или лепши? Это очень важно. Я про это буду еще раз рассказывать. Точнее, я не смог рассказать. Вот раз. Вот есть белок. Ну, как он похож? Вот, писать себе, крестик. На него насаживается стержень по бокам. И у них есть такой боковой радикал. Это такой специальный отличительный элемент. Думаю, Ларис, мы подождем еще минуточку. Да, Провозь, ты что-то хотела сказать? Я? Я и жить? Не, я этот, как его, я хотела просто сказать. У меня все залагалось сейчас. Если что, вы меня слышите просто, да? Я сейчас тебя слышу. Угу. Если что, у меня просто белый экран, я вас тоже слышу. А тебе было понятно с куацерватами, в принципе? Еще раз? С чем? Было понятно с куацерватами. А, ну, да, в принципе, да. Ну, можешь описать, так как ты их понял? Хм. Вот что это такое? Алло. Мы тебя слышим. Да, что ж такое запись. Я думаю, Ларисом будем начинать урок. Остальные подключатся постепенно. Да, хорошо. Холь, давай. Ага. Почему все так залагалось? Мой урок будет продолжением и также ранней эволюцией. Я рассказывал о том, что зарождалось, как развивалось, но сейчас я хочу рассказать немного маленькие аспекты нашей жизни, которые происходили, и как она начинала на ранних этапах эволюционировать. Вот есть у нас такая проблема. Павелосик говорил про белки лепши и правши. Вот здесь ты и картинка, где изображены две ладошки, да? Вот это два типа белка. Белок лепша, белок правша. Здесь маленькая синяя точка – это радикал, который как-то таки делает все аминокислоты разными. Это главное. И также стержень. На одном у нас положен красный шарик, который является углеродистовым соединением, а на другом находится молекула аммиака без одного водорода. Тоже довольно важно. И вот была проблема. Когда был пройден эксперимент Миллера и Юри, да? Помните там колбочка, где в водяной парке кипал, он испарялся и попадал в другую колбу, где были такие газы, как метан, аммиак, углекислый газ и свободный водород с азотом. И вот, попуская там заряды, у них получились не только белки лепши, из которых мы сделаны. Там были еще белки правши, которые ядовиты для нас. Представляете? То есть белок по одинаковому, по химическому составу может нас убить. Просто потому, что он устроен по-другому. То есть просто убить нас, потому что он... Он другой. Но химический состав такой же. И это была довольно серьезная проблема. Хотели объяснить, почему же наша жизнь сделана только из белков лешей, а белки правши мы не используем никаким образом, хотя у них точно такое же химическое свойство. Но у них было отличие. Они были менее устойчивы к ультрафиолету. То есть они химические по одинаковому составу, но они чуть менее слабы к ультрафиолету. А когда не было зонового слоя, это когда жизнь только зарождалась, а зонового слоя не было. И был очень сильный ультрафиолет. То есть он мог уничтожить все белки правши. И еще очень важно было с кометами. Они завозили туда уже немного больше белков, лепшей на 9%. Представляете, я скажу, что 9% мало. Но когда на 9% больше, это может сильно повлиять. И это связано с тем, что камни, которые прилетают в космосе, уже облучаются. Ведь представьте себе завод из пыли. Гигантское облако пыли. Там есть аммиак, водород. Есть углекислый газ немного. Представляете, в облаках есть почти все необходимое. И вот на этих маленьких частичках пыли все это склеивается. То есть фабрика на основе пыли, которая создает разные сложные вещества. Так на некоторых метеоритах находятся белки, самые разные. И вот на таких заводах образовывались два типа белка. Левши, которые мы используем, и правши, которые нас убивают. И они облучались ультрафиолетом звезд, нейтронных тоже звезд и белокарликов. И все это уничтожало чуть больше белков правшей. Поэтому долетало до Земли больше лепшей, чем у остальных. И это тоже важно. Так что решение этой проблемы возможно ультрафиолетия. Я хотел бы вам сказать немного о самих катализаторах. Я хотел бы про них напомнить вам. Вот кто понял, что вы из себя представляете катализаторы, да? Вот как вы их понимаете? Вот что такое катализатор? Не знаю. Вот представь, я вам говорил про шкатулку. Вот представьте себе опять шкатулку. Это наша, допустим, энергия, которую нужно затратить. Можно разбить шкатулку. Это будет обычный способ. А можно взять ключик. То есть катализатор – это ключ, который делает добычу того или иного вещества проще. То есть благодаря катализаторам нужно меньше энергии, чтобы сделать что-то более сложное. И вот для наших белков, вот на этой картинке, вы видите, как одна аминокислота присоединяется с другой аминокислотой. Где из-за две аминокислоты, которые соединяются. И здесь образуется белок только из двух аминокислот и одна молекула воды. Вот представьте себе такую ситуацию. У нас много свободной аминокислоты, чистой. Она соединяется свободно сама. Но есть маленькая проблема. Вода, которая образуется, она улетает. То есть сама, это если соединяется без помощи катализатора, образуется вода, и происходит обратная реакция. Нужно что-то, чтобы облегчало и выбрасывало лишнюю воду. Какой-то кристалл и тому подобное. И вот у нас в этой роли может быть два металла. Первый металл – это железо и серо. Серо – это металл, и они образуют вместе перит. Это красивые кристаллы, которые очень долго стоят. И эти перит образуются на больших глубинах, очень часто. Поэтому считается, что наш первый вид появился глубоко на дне. Но есть маленькая проблема. В наших клетках есть такой металл калий, которого очень мало на дне. Но внутри нас очень мало натрия, которого наоборот, очень много в океане. Поэтому появилась другая гипотеза. Что же могло выполнять роль катализатора? Этот металл мог быть цинк, который тоже может под ультрафиолетом катализировать. Но есть одна проблема. Вот представьте себе водоем, в нем плавает серо и цинк, которые оседают. Но под ультрафиолетом белок, который отсоединяется, почти сразу же разлагается заново. Даже лепши белки будут умирать. Нужно что-то, чтобы прикрывало. Был тонкий слой. И как только белок появился, он мог нынуть и уйти от ультрафиолета. И это мог быть только грязевые вулканы. В прошлом, когда наша Земля была теплее, активнее, у нее была молодая кора, грязевые вулканы были почти подсюду. И тогда там могло образовываться большое количество аминокислоты, как лепшей, которые были просто необходимы. В грязевых вулканах есть еще один плюс. Там очень много редких элементов. Помните, на прошлом уроке я вам говорил про молебден, которого очень мало на Земле. Так вот, в грязевых вулканах его гораздо больше. То есть это как маленький плюсик в помощь того, что наша жизнь все-таки появилась в пресных водах. Но никакая жизнь невозможна без того, кто бы записывал, какой будет твой детеныш. И у нас в клетках кто скажет, что выполняет роль у нас носителя памяти? Вот что у нас все запоминает. Кто-то может, кто-то слышал, что это как ДНК, и еще что-то еще есть. Вот есть ДНК и... РНК. Эти вещи... Что? Криво-Шутко, вы хотели что-то сказать? Нет-нет. Нет? Ну ладно. Так вот, у нас, в наших клетках, синтез наследник... Ой, извините. Он очень важный носитель памяти, который бы копировал своих потомков. И у нас эту роль выполняет ДНК и РНК. ДНК у нас записывает все, РНК это рабочий элемент. У нас пользуются аденин, тимин, цитозин и гуанин. И они образуют пару. Но нужно что-то, чтобы тоже их склеило. Ведь РНК, как и ДНК, тоже полимеры. И нужно, чтобы кто-то их соединял. Это тоже могли выполнять для них и специальный материал. Но до того, как они стали частью живого, они были колониями свободно плавающих РНК и ДНК, которые сами себя копировали. И до них, возможно, были более простые ТНК, ГНК и ПНК. Это, так сказать, братья. ПНК это когда смесь белка, которую мы используем, немного с рибонуклеинной кислотой. Образуется ПНК. Оно простое, надежное, но очень плохо самокопируется. То есть создает свои же сами копии. Есть ТНК. Это более сложное соединение, и оно неустойчивое, поэтому оно плохо может найти на эту роль. Но есть ГНК. Это, наверное, наш предок до РНК. И вот, когда наша РНК поглотилась коацерватами, теми самыми каплями, которые похожи на желатин, появились первые клетки прота, которые могли создавать самих себя подобных. Но только для них нужен был маленький ингредиент. Нужна была мембрана. Этой мембраной у нас выполняются липиды. Вот когда мы моем руки мылом, что у нас происходит? У нас есть молекула жира, молекула воды, а между ними молекула мыла. И вот то же самое, похоже, образуется. Свободная капля воды, в которой плавает капелька жира, жир не будет контактировать с водой. То есть она базует круглый шарик. И вот здесь мы на картинке снизу отлично видим, что у нас есть шарик, в котором есть пустота. То есть это уже ближе к нашей клетке. А есть шарик, у которого нет внутри пустоты. Это больше похоже на тот самый жир, который мы смываем или у нас на сковородке. И вот здесь мы отлично видим совсем самое правое рисунок, как у нас она установлена мембрана. То есть есть слой жира, который сверху, он исчезает от внешней воды. Есть слой жира, который внутри. И они сталкиваются друг с другом, потому что их вовсюду окружает вода. И они образуют такие небольшие шарики. И около церваты, они не имели полноценной липидной оболочки. У них был белок. Они не умели синтезировать четкие белки, определенные. Но они могли поглощать вещества. То есть они случайно засосали в себя. Это у них происходит из-за того, что вода внутри не столь уменьшается и увеличивается. То есть происходит засасывание и высасывание. Но только из-за температур и изменения состава окружающей их среды. Они могут расти, накопливая в себе разные вещества. И они умножат. Когда волна, допустим, подняла большой аккурцироват вот такого размера, раз, разбилось на много маленьких таких жировых капель, которые опять начинают все поглощать. И у них пока не было носителя памяти. Но как только в нашем крооцировате появились первые носители памяти, они научились синтезировать определенные белки и нуклеиновые кислоты. То есть они уже могли делать специальных рабочих, которые начали строить внутри них новые белки, новые нуклеиновые кислоты и другие сложные вещи. Они появились полной липидной полочкой, белок ушел только внутрь. Они научились создавать самих себя и свои же копии, и тем самым научились размножаться. И они выбрали носителем памяти только РНК и ДНК, остальные исчезли. И вот чтобы носители памяти работали, появилась теория глины. Это глина, богатая железом и с сульфитом, это соединение железа с серым. Такие вот кристаллы из глины могли ускорять этот процесс, синтез. Но вот здесь мы на картинке видим такой вот интересный пример. На нем видно, что ДНК, оно стоит из двух элементов. Наши нуклеиновые кислоты и фосфорные кислоты. То есть без фосфора человек не может жить. Фосфор, который на спичках, он незаменим для синтеза наших РНК и ДНК. Он соединяет разные нуклеиновые кислоты, которые у нас являются памятью. И вот появилась первая форма жизни. Капли, в которой появилась липидная оболочка. Внутри них засасываются разные вещества. И нуклеиновые кислоты из внешних аминокислот научились создавать белки. И определенные, которые тут же сделали наш код-серват не мертвым, просто случайным процессом, а немного живым. И я хочу вам еще раз показать мультик, чтобы потом рассказать о Луке больше. Но только одна жизнь. У всех нас один генетический код, схожее клеточное строение, несколько десятков общих генов. Живые существа похожи, потому что имеют общее происхождение. Кто же был нашим общим предком? Долгое время главным свидетельством прошлого были окаменелости. Но оказалось, что вся история жизни хранится в ДНК. Генетический код записан с помощью алфавита из четырех букв. В словаре ДНК 64 трехбуквенных слова. Они определяют 20 аминокислот и один знак прибинания. Из аминокислот строятся белки, а последовательность, определяющая молекулу одного белка, называется геном. Гены всех живых существ записаны на одном языке. А значит, их можно сравнивать. Даже у далеких родственников иногда совпадают целые абзацы. А геномы человека и шимпанзе различаются только каждой сотой буквой. Если ген есть у всех, то, скорее всего, он был у нашего общего предка. В 1990 году американский микробиолог Карл Виозе сравнил рибосомальную РНК основных групп ныне живущих организмов. Рибосомы — это очень древние структуры. Они есть у всех, поскольку отвечают за критически важный процесс — синтез белка. Виозе удалось выделить три основные ветви на общем древе жизни. В первую попали все животные, растения и грибы. Во вторую — бактерии. В третьей оказались археи — загадочная группа одноклеточных существ. Внешне они похожи на бактерии, но имеют совершенно другую биохимию. Все три ветви выходят из одного корня. Его назвали лука. Last universal common ancestor. Последний общий предок всего живого. Когда жил лука? Предположительно, мутации в генах происходят практически с постоянной скоростью. И эта скорость нам известна. Можно посчитать, сколько мутаций отделяют нас от последнего общего предка. По таким молекулярным часам получается, что лука жил примерно 3,5 миллиарда лет назад. В то время Земля пережила метеоритную бомбардировку. Была еще горячей. В воздухе не было кислорода, а температура воды достигала 70 градусов. Лука был приспособлен к таким условиям, как и многие современные бактерии, живущие в горячих источниках. За миллиарды лет наша планета очень изменилась. Сейчас не осталось мест, где сочетаются бескислородная среда и солнечный свет. Атмосфера Земли теперь совсем другая. Скорее всего, многие древние микроорганизмы, в том числе и лука, уже не существуют. Как же он тогда выглядел? В 2016 году ученым удалось выявить 355 генов, которые могли быть у нашего общего предка. Но этого мало, чтобы восстановить его облик. Такого количества генов не хватит для работы даже простой клетки. Зато эти исследования помогли понять, какой образ жизни вел лука. Судя по всему, он жил в местах с большим содержанием железа. Умел получать энергию из водорода и строить органическое вещество из углекислого газа. Лука выделял метан, а также мог использовать атмосферный азот для построения своих белков. Лука не был первой жизнью и не мог обитать на Земле в полном одиночестве. Скорее всего, существовало некое сообщество микроорганизмов. Но лишь один из них дал начало дальнейшему развитию жизни на планете Земли. То есть лука был не самым первой жизнью. Он был продуктом эволюции. После того, как коацерваты поглотили в себя РНК, научили синтезировать определенные белки, появились первые протоклетки, которые начали эволюционировать. И лука – это общий предок. Он не является первой жизнью. Я бы хотел о нем немного рассказать. Он действительно имел некоторые особенности. Он, как и другие клетки в прошлом, использовал калий. То есть не натрий. То есть он, судя по всему, не зародился в глубоком океане. Он мог зародиться в грязевых луканах. Но я могу это объяснить и иначе. Раньше океаны не имели гораздо меньше натрия. Поэтому, возможно, он пристрастился к калию, которого могло тогда быть больше. Но он умел проглощать только углекислый газ, азот, который начал появляться из аммиака. Аммиак разлагался под сильным ультрафиолетом, так как не было озонового слоя, и появился атмосферный азот в больших количествах. И лука начал его использовать. Он научил использовать серу, метан и тому подобное. И не умел дышать кислородом. Но фотосинтез скоро у него появился, и он начал исчезать. И появление фотосинтеза действительно было очень важно. Он изменил всю нашу среду. Фотосинтез... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Алло, зависло очень сильно. Вас не слышно вообще. Вас не слышно, вас не слышно. У вас вообще ничего нет. У меня что-то, вы сильный грузящий интернет что ли? Наверное, да. Может быть, у него несколько человек в доме. Нет, это у меня я имею в виду. Я что, ты зашел... У меня он остановился. У меня он остановился. И бинус в интернете. Да. У нас нет? Да, сейчас Коля, наверное, перезагрузится. Коля, тебя не слышно, не видно. Сделай что-нибудь. Попробуй перезайти в Zoom. Ребята, мы подождем, хорошо? Я уже, походу, вышел. Да, извините, это у меня проблема. Ага, ты пропал у меня на слове фотосинтез. И вообще, раз вот у нас возникла такая пауза, я хотела спросить. Я не очень понимаю, что вообще такое этот... Или что, или кто этот лука? То есть это какая-то... Это как его можно характеризовать? Что это за, ну, организм такой? Это бактерия, которая не умела дышать кислородом. А, это просто бактерия, да? Первый наш общий предок, да. Он даст иметься трём видам организмов. Архей, он на них больше всего похож. Так что археи так рано делились. Они были потомками луки. И все исследования происходят сейчас на археях. Они больше всего на них похожи. Они живут в очень горячих температурах, до 400 градусов. Представляете, в таких высоких температурах они живут 400 градусов. Он использовал железо и азот, который обозался из аммиака, которого было тогда много, из-за вулканов. То есть это бактерия, которая стала нашим прапрапрадедушкой. А вот цианобактерии, они даже мне больше нравятся. Они сейчас есть ни на что. Они пережили столько лет и сохранились. Они даже стали урастениями. Есть такая орган у растений, пластиды. И вот они были поглощены некоторыми клетками, которые в будущем стали растениями и прийтились в пластиды. Органы, которые сейчас выполняют фотосинтез повсеместно. Это произошло 3,2 миллиарда лет назад. И это было самое важное событие в истории Земли, так как появился первый кислород, который начал иметь все. И скоро начали появляться другие, уже не просто бактерии. Появились эукариоты, у них появились первые ядра. Вот на этой картинке справа выйти очень довольно сложное строение бактерий. Видите, здесь у бактерии прокариотическая клетка. У нее просто есть ДНК, которая покрыта слоем липида. Это вещество похоже на жир. И маленькие шайки. Это, судя по всему, маленькие вакуоли. Это так склад у бактерий. И много маленьких точек. Это ревосомы. То есть они очень простые. Лука, судя по всему, был таким же. И ревосомы у него были очень не совсем ревосомы. Они были ревозимыми. Вот представьте себе маленький кусочек РНК, всего 40 кусочков. И вот такие кусочки могли очень быстро создавать много белков. И вот это были ревозимы. У луки не было ревосом. Он был еще проще с ревосомой бактерии. Но при этом он был живым. А вот у эукариотов мы видим отдельное замкнутое ядро, которое было в одном месте. Мы видим много всяких слоев, которые выполняют функцию канализации. Они создают все отходы. Мы видим, как некоторые трубы соединяют почти всю клетку, транспортив по нему еду, химические вещества, стволи и тому подобное. Мы видим крупные клетки митохондрии, которые раньше были отдельными бактериями, но были поглощены. Они научились дышать кислородом и могли разлагать. И некоторые ядерные клетки, проэукариотические, случайно, судя по всему, поглотили и с ними вступили в симбиоз. Мы здесь видим маленькие шайки-лизосомы, круглые. Они представляли собой мусоровозчиков. Они увозили мусор наружу. То есть клетка эукариотическая гораздо сложнее. Именно поэтому эукариоты стали гораздо эффективнее. Это тоже было очень важно. И они, как лука и бактерии, используют тоже ДНК. То есть лука был довольно продвинутым бактерией для многих. Сейчас не все далеко бактерии используют ДНК. У них просто есть некоторые цепочки РНК. И вот, когда фотосинтез появился, эукариоты тоже началась меняться атмосфера. За историю Земли, Земля меняла атмосферу три раза. То есть у Земли было три разные атмосферы. Первая атмосфера появилась у Земли, у полотой Земли, 7 миллиардов лет назад. До столкновения с Тей. Это была атмосфера из водорода и гелия. Она была чем-то похожа на газовые гиганты. А потом они улетучились. Они более легкие, не удержались. От солнечного ветра их дуло. Потом произошло сильное столкнение с Тей. Вся Земля раскалилась, начало выделять очень много таких сложных газов, как сероводород, серный газ и сернистый. Приявился углекислый газ с угарным, аммиак, водяные пары, водород, бетан, хлор и аргон. Которые сейчас очень редки. И эти газы были токсичны для нас, но тогда они очень были незаменимы. То есть сероводород был даже источником энергии. Пожалуйста, не надо делать ссылочки. Большое спасибо. И вот, когда появилась жизнь, выделенный фотосинтез, точнее, начало увеличиваться количество кислорода. Вода стала терять железо. Начал исчезать водород. Сероводород тоже начал прощаться в сернистый газ, который выпадал. После появления дождей, серный, ультислый и аммиак газы начали выпадать в океаны. То есть наш океан был очень кислотный и довольно опасным для нас. Но это было не так для них. И вот мы на этой картинке видим, как менялась атмосфера. Наша ранняя атмосфера была очень экзотична. Она была очень теплой. Не было метан. Очень много метана. Поэтому наша атмосфера была довольно теплой. А Солнце тогда светило всего 70%. То есть если бы у нас было 7 палочек, то Солнце светило только на 7 палочек из 10. То есть сейчас светит Солнце. Но благодаря метану наша атмосфера была теплой. И вот когда появился кислород, как видно рисунки в археи, метан резко начал исчезать, потому что он начал окисляться. Метан начал исчезать. И температура резко падала, что привело к первому ледниковому периоду. Зато появился много уголки кислого газа. Сероводород тоже начал синтезироваться, но он быстро исчезал. И не могу сказать про то, как цианобактерии стали первые колониальные организмы. Всем известны строматолиты. Они начали синтезировать много кислорода. Даже атомаро. То есть один атом кислорода, который начал убивать все живое вокруг. Не только все химические элементы, которые были в атмосфере и в океане. Но еще все про ктери. Лука, если бы он был тогда, он бы уже исчез. Его бы кислород моментально выжигал. И вот появились некоторые бактерии, которые научились питаться, кислород использовать, для того, чтобы окислять органику извне. И тем самым начали жить эффективнее. И тогда некоторые экуриоты, как я вам ранее сказал с появлением, поглотили некоторые митохондрии. Случайно. Они, судя по всему, их хотели скушать. Но они вступили в симбиоз. Часть ДНК и РНК от митохондрии попала в ядро наших экуриотов, которые в будущем стали нашими клетками. Но зато она производила для них очень важный элемент – АТФ. Это сложное соединение. Слабая кислота, которая незаменима для нас. Она как аккумулятор химический. И вот, после того, как кислород начал скапливаться, его стало много, метан начал исчезать, углекислого газа становилось все больше. Наступил так называемый период криогений, когда вся земля замерзала. Это происходило постепенно. Лед начал опускаться. Вся земля покрылась толстым слоем льда. В некоторых местах покрылась слоем в 3 километра. Представляете? На эквивалентах и были некоторые места, где была вода открыта. Но этих мест было очень мало, и наша земля была похожа на белый шарик, который излучал много света, а тем самым было еще холоднее. То есть он отражал, и тем самым даже еще хуже нагревался. Но тогда начали образовываться первые многоклеточные организмы, кроме строматолитов. В этот период, чем холоднее вода была, тем больше кислорода, и постепенно весь океан наполнился свободным кислородом, и в некоторых местах, где был тонкий лед и прозрачный. Очень активно назывался фотосинтез, это был то есть подледный мир, полностью. Это начали образовываться первые колониальные организмы, когда много разных бактерий живут вместе. Этот период назвали криогений, и это был самый длинный ледниковый период, который сильно повлиял. Но как только он начал исчезать из-за вулканов, на Земле произошел неожиданный переворот. Благодаря кислороду, которого было очень много, в океане появились первые такие красивые сложные растения. Появились первые примитивные кораллы, которые мы здесь видим на схеме. Кораллы это что-то наподобие. Это между животным и растением, они живут в симбиозе. Но здесь мы видим три схемы. Сам по себе кораллы имеют простое деление на ткани. Некоторые из ткани, которые прогоняют воду сквозь себя, они питаются тем, что засасываются извне, и выстреливают сруи наружу. И они начали очень бурно развиваться в так называемой идиокарии. Это такой короткий период, который сильно повлиял на эволюцию. Появились первые медузы и подвижные существа. Плоские, наподобие трилобитов, но проще. Этот период был очень важен для следующего этапа. Это был почти конец так называемого заканчивая скрытая жизнь. Каенозой заканчивался, это называется латинство скрытая жизнь. Появилась явная жизнь, появились первые хищники. Здесь мы видим на этой картинке трилобитов и также амалокарисов вдали. Тогда появились первые хищники, это было очень важно. Появились много кораллов, появились первые коралловые рифы. Но что же позволило такому большому количеству видов? Вот представьте себе такую ситуацию. Есть только одна бактерия, но при этом она может жить в разных многих условиях. И вот когда закончился криогений, и закончился идиокар, это короткий период, когда начали появляться многоклеточные организмы, начали массово появляться новые ниши. Ниша – это зона, которой никем не занято. Допустим, жить высоко в горах – это тоже ниша. Или жить глубоко-глубоко – это тоже ниша, которую никто не трогает. То есть это особое условие, в которых никто не живет. И таких ниш было очень много. И вскоре произошло большое количество разных видов. Появились первые хищники, которые научились питаться. И было очень важно, когда хищники ускорили революцию. Ведь если вы жертва, то для вас смерть, если хищник вас поймает. А если хищник не поймает для себя еду, то он просто потеряет обед и сможет заново поймать еду себе. Поэтому это было очень важно. Появились самые разные существа. Время, самые знаменитые трилобиты, они очень быстро исчезли. Но при этом они остались после себя много следов. Аномалакарис, который тоже появился, также быстро исчез с его родственниками. Оставив после себя также много других видов. Появились многие кишечно-полосные. Это гидры, которые сейчас обитают. Появились многие разные микроорганизмы. И начался накапливаться кислород в атмосфере. И начал появляться первый озоновый слой. Что также не менее важно. И тогда появились первые позвоночные. В этот период. К примеру здесь вы видите два вида, которые действительно так выглядели. И глаза даже сохранились. Были первые позвоночные. И заканчивался в этот период Кембри. Это период кембрийского взрыва. Появились первые позвоночные. Улучшалось зрение. Появились первые рыбы, у которых не было нижней челюсти. То есть они были присосками. И это было тоже очень важно. Просвязывались виды. Вперед кембрия появились многие ползучие существа, которые даже пытались... Они начали копать. Появились первые раковины. То есть появились первые моллюски тем самым. И они даже начали пробовать вылезти на сушу. И в тонком слое воды между песком и воздухом начали поселяться разные цианобактерии. Таким образом, начала появляться первая почва. Так что период кембрия был очень важен. А вот и диакарские биоты, они сохранились только благодаря тому, что тогда не было роющих существ. Тогда все существа были мягкотелые. То есть сравните, у вас нет скелета, но как только предусущества со скелетом, они начали очень быстро обогонять всех. Благодаря скелету можно было быстрее двигаться, хватать и тем самым побеждать своего врага. Кто понял просто Матолиты, я сказал все. Вот кому было непонятно здесь? Вот у кого есть какие-то вопросы? Просто я уже вам рассказал все, что я хотел сказать. Лариса? Я думаю, я уже рассказал все, что хотел. Ребят, скажите, пожалуйста, как вам занятия? Что вы поняли? Какие места были непонятны? Давайте вот я прям каждого спрошу. Нам просто очень важна обратная связь, чтобы Николай в следующий раз мог понять, что вам еще рассказать. Как-то другим образом. Поэтому давайте я каждого спрошу. Вот Гоша, например, Самбара. Скажи, пожалуйста, что тебе было понятно, какие места непонятны? Из-за того, что я присоединился чуть-чуть попозже, то я несколько слайдов пропустил. Но остальное все было довольно понятно. Вот ты понял, что такое страматолиты? Вот это вот нет. Это колонии. Когда появились цианобактерии, они начали жить группами, и постепенно они образовали многие маты. Вот здесь вы видите современные страматолиты, которые до сих пор живут. Это кажется, что они мертвые. На самом деле у них, в период, когда их поклывает вода, они постоянно растут. То есть страматолиты до сих пор. Но когда был... Это как кораллы. Они очень бурно развились. Это кораллы, да? Это не кораллы. Кораллы... Но как кораллы? Они как кораллы. Кораллы из известняка сделаны. Они образуют скелеты. Но имею в виду они также растут. Нет. Эти растут трубой пустой, а здесь никакой пустоты нет. Они просто как куча. Они растут как гигантский холм. А эти образуют специальный скелет, чтобы они могли фильтровать воду. Вот, что тебе было еще непонятно? Все больше нормально. Понятно. Тогда давайте кто-нибудь следующий. Как вы думаете, кто это будет ловить? Давай. Вот что тебе было непонятно? Давай. Мне понравилось занятие. Ну, то, что... Вот я даже не могла представить, что, так сказать, что первым нашим, так сказать, как вы сказали, прапрадедушкой, вроде так, была вот эта вот, я не запомнила название, бактерия. Лука. Бактерия звали лука. Вот вырос человек из вот такой вот малюпусенькой, которую только под микроскопом видно бактерии. Но зато, но сама представь себе, для этого нужно три с половиной миллиарда лет. Тоже, знаешь ли, немаленькое время. Да, три с половиной миллиарда. А вот ты поняла, как лука начал появляться? А вот это вот интересный тоже вопрос. Вот. Я могу тебе еще раз рассказать. Давайте. Вот представь себе вот эту каплю жира или белка, который начал образовывать такой шарик. Упала капля жира, который образовывался постепенно, благодаря молниям, атмосферности в земле, образовывались простые жиры. И они начали образовывать вот такие капельки. Удри этих капелек была вода, в которой были разные вещества, аминокислоты и простые нуклеиновые кислоты, которые создали ДНК. И вот, когда лука обзавелся РНК и ДНК, он научился делать очень важные вещи. Он научился синтезировать белки. А у нас белки это рабочие. Они придают цвет моим волосам, моим губам, носу. Они придают форму и ставят специальные мускулы. То есть, без белков мы не живые. И вот, РНК позволяет это делать. То есть, лука, точнее, до него, протоклетка, была жировая, покрыта белковым жировым слоем, но она засосала когда-то РНК колонии, которые жили сами. И вот тогда... Оль, можно я тебя перебью? Давай мы спросим у ребят, все ли ребята понимают вообще, что такое РНК? Ребят, Васька, скажи вот ты, Васька, ты понимаешь, что такое РНК? Как ты можешь это объяснить? Что такое ДНК? ДНК, это типа, ну, как у нас, например, это, так сказать, наша особенность. Я не знаю просто, как это правильно объяснить. Вот комары, когда у нас берут кровь, они берут кровь вместе с нашим ДНК, и когда рождается новый комар, получается он с нашим ДНК, как-то так. В принципе, идея неплохая, но ДНК не самое главное. Появляются белки. Вот как раз-таки белки придают нам внешность. Так что получается, что РНК это инструкция, по которой делают из аминокислот это кирпичики белков. Те самые белки, которые у нас выполняют все функции. То есть ты поняла, что такое РНК? Ну, примерно, да. Это инструкция, как делать белки. А, все, теперь поняла. Вот. Инструкция, как делать белки. Вот, кому еще непонятно, вот что такое РНК? И как оно начало синтезировать? Ну, про ибасом было, говорилось. вот кто ПСС, что такое РИБОСОМА? Хромосома? РИБОСОМЫ. РИБОСОМЫ. Не стесняйтесь, говорите, я слушаю, я для этого здесь нахожусь. Ребят, не бойтесь ошибиться, просто говорите, как вы понимаете, чтобы мы могли тогда вам прояснить. здесь, здесь, собственно, не школа, никаких оценок нет, и поэтому можно ошибаться, говорить, как вы поняли, и мы будем тогда эти моменты еще раз повторять просто, чтобы на самом деле наша задача, чтобы объяснить вам, постараться это объяснить вам как можно проще, чтобы вы поняли это. Можете, пожалуйста, еще раз объяснить, что такое РИБОСОМА? РИБОСОМА? Вот посетят себе маленькую молекулу РНК, и она начинает к себе соединять разные аминокислоты, маленькие кирпичики белков, и вот она их соединяет как конструктор, выкидывая воду, ведь когда соединяются аминокислоты, как здесь показано на этой схемке, образуется маленькая капелька воды, и вот РИБОСОМА сделан так, чтобы они соединяли, но при том, наоборот, не происходило соединение, ведь белок может распаяться и соединиться с водой, то есть они отгоняют от себя воду, и поэтому они могут синтезировать аминокислоты, которые не разваливаются, то есть РИБОСОМА это завод, который строит белки. Понятно теперь? Более-менее, да. То есть маленький завод по производству белков. Да. А кому-нибудь еще? Не стесняйтесь. Я могу вам рассказать примеру о корцерватах поподробнее. Давайте. Вот как вы представляете себе корцерват? Вот что это такое, когда он поглотил РНК? Вот опишите его, просто опишите. Вот как вы понимаете корцерват? Как шкатулочка, и эта шкатулочка из чопы сразу сделана. Из? Она была сделана из жиров, простых жиров. То есть, это шарик, из жиров, который засасывал все разные вещества, и внутри он стал другие и новые вещества, как химический реактор, который без раба все соединял. Он поглотил в себя РНК и создал внутри себя первые рибосомы и нуклеиновую ДНК, соединив две РНК в одну ДНК. Так понятнее? Да. Вот кому-то что-то еще непонятно. А у меня вопрос еще. Давай. А вот как начало образовываться так много воды на Земле? Ммм, да, я так говорю. И сама Земля тоже. Наша Земля появилась из первого протопланетного киска. Вот представьте, большое газовое облако, да? Самые легкие вещества постепенно сжимаются в шар. Из-за этого плотного шарика из водорода образуется звезда. А все другие ненужные элементы образуют диск, который начинает прощаться, в нем происходят свои маленькие звезды, но уже они не могут и не стать. Появляются тем самым планеты. К примеру, Юпитер, Бутин в три раза тяжелее, стал бы звездой. И вот, когда камни образуют, появилась первая земля, первая прото-земля, самая ранняя, до появления Луны, появилась 7 миллиард лет назад. А потом, только 4,5 миллиарда лет назад произошло столкновение и появилась та земля, которую мы знаем. И вот воду на землю, во-первых, сама на земле была вода в некотором количестве, земля все-таки была сделана не только из силикатов, силикат это горные породы, еще там содержалось немного воды, которая выпаривалась благодаря к столкновению. А еще много метеоритов на землю падало. Была так называемая поздняя тяжелая бомбардировка. Когда появились планеты, остался всякий хлам на орбите. И тогда планеты падали постоянно на планеты. Это был период, который длился где-то несколько 300 миллионов лет. Длился этот период. На него падали всякие метеориты, которые звезли до половины всей земной воды. И они звезли очень много белков. Считается, что океаны почти спустя 100 миллионов лет были в первые океаны. Представляешь, как быстро Земля остыла? Ну да, это еще означает, что очень много метеоритов падало. очень много они начали падать и изложили и жиры, и белки. В них очень много обществ нашли в метеоритах. А потом на Земле в атмосфере из вулканческих газов, ведь как появились многие аминокислоты, были молнии. Тогда вулканы создавали много статического электричества. Когда пепел выпрасывается, каждая частичка трется и образует немножко статического электричества. А когда вулканов несколько сотен постоянно извергаются, заряд в атмосфере большой, обозудится очень много сильных молний. А когда они проходят, был эксперимент Миллера и Юрия, они доказали, что так происходит, появляются простые аминокислоты, которые являются кипичком белков, появились нуклеиновые кислоты, все пять штук, которые необходимы. Из этих маленьких нуклеиновых кислот появились первые РНК на кристаллах глины, из аминокислот на кристаллах перита и цинка появились первые белки, появились первые жиры, из которых появились первые куацироваты. Это жирные капли, которые все начали поглощать, так как они были сделаны еще немного из белков, которые пропускали воду. И вот так на Земле появились первые протоклетки. А вот еще вопрос у меня возник. А давление в атмосфере Земли, оно менялось постоянно или было всегда одно и то же? Нет, оно очень менялось. Когда Земля появилась после столкновения с Луной, воздух был очень тяжелый, и давление было более чем в три раза больше. Это постепенно. А оно сейчас меняется? оно перестает? Сейчас оно не особо менялось. Вот у кого-то есть еще какие-нибудь вопросы, допустим, по-другим темам. Вот кто из вас представляет, что такое жизнь? У меня есть вопрос. Давай. Вот как образуется молния и гром? Вот я тебе говорю по вулкану, да? Вот представь себе облако, где частички снега, и они постоянно трутся. Вот когда ты подушку тьешь об голову, происходит то же самое, образуется так называемое статическое электричество. Это когда электроны из отрения, которые на орбиталях атмос, они перебегают на другой объект, и образуется ток. И вот этот ток оказывается образуется в молнии. А вот как ты понимаешь, что такое жизнь? Вот как кто из вас представляет себе, что такое жизнь? Вот кто может мне назвать такие правила, которые делают жизнь живой? Жизнь живой, даже земля крутится, потому что если бы земля перестала крутиться, все объекты по инерции полетели бы на восток. Потом еда, животное, потому что многих животных, куриц, коров, вот всех такого типа животных мы убиваем, ну не мы, а заводчики убиваем, чтобы есть. Ну в смысле нам нужна для этого еда. Нужны также эти бактерии, для всяких этих забыл, как называется. Извини, я могу тебе немного передить? Да. Я сказал, что вообще в принципе, что такое жизнь для бактерий? Вот представь, что это бактерия. Ну вот еще неизвлечение, а оставление продуктов жизнедеятельности. То есть поглощаем и выбрасываем. Да. А что для этого нужно? А что для этого нужно? Вот вы бактерия. Что вам нужно? А энергию вы получаете из еды. Нужен какой-то барьер, какая-то стена, которая сортирует. То есть нужна мембрана, то есть граница, которая может определить, что съедобно, что нет. граница. есть для нашей жизни нужна граница. Вот кто еще как представляет, что нужно для жизни? Вот вы можете питаться, вы делаете отходы. Ну для жизни бактерий или для нашей жизни? Вообще для жизни всего живого. Даже не живого. нужна вода. Вода, да. Воздух. Необлюдена вода. Давайте шире. Кислород не всегда обязательно нужен. Кислород не всегда обязательно нужен, потому что даже боксы на стенках иллюминаторов на МКС. Хотите уже можно, да? Можно и сушь выходить. Давайте уже завершать. Можно. да, давайте только я закончу вопрос. Для жизни не обязательно нужна вода. Это может быть аммиак, это может быть ацетон, то есть для жизни нужен растворитель. Вот так звучит лучше. То, что будет растворять вода не обязательно. Может быть жизнь вообще на других химических веществах. И для жизни, я думаю, нужно чтобы у вас было потомство, да? размножение это не след, а нужно чтобы жизнь продолжалась, нужно размножение. Это во что? Ну да, если люди перестанут размножаться или бактерии, то все становится на месте и что сколько должно должно быть живут. Я думаю, чтобы было размножение, нужно чтобы было на чем-то записано, какой будет твой ребенок. А для этого, я думаю, нужно ДНК или РНК. И то, и другое может выполнять эту функцию. То есть должна быть простая структура, да, у которой есть порядок. Так как если у бактерии нет порядка, она не живая. В ней просто не будут происходить определенные химические вещества. А когда жизнь есть небольшой порядок, ну нуклеиновая кислота записана в определенном порядке, да, белки тоже в определенном порядке, тогда появляется жизнь. И важно потреблять энергию и выбрасывать. То есть два правила. Простой порядок это и для размножения и для самой жизни, и нужно потреблять химические вещества и выбрасывать их. Для этого нужен барьер. Вот что такое жизнь. Вы со мной согласны? Да. Да. Лариса тире Платон, думаю нам пора заканчивать. Алло. Лариса тире Платон. Алло. Лариса Энт Платон. Ну хорошо, ребятки, как у вас какие-то еще вопросы, если есть? Нет, я хочу подскажить. А вот скажите, пожалуйста, по поводу следующих тем, может быть, у вас есть какие-то пожелания, вот, в принципе, про происхождение жизни, про происхождение, как что образовалось на Земле, либо во Вселенной, в космосе, как что устроено. Какие темы интересны бы вам было послушать? Я бы хотела послушать про динозавров, просто я никогда не интересовалась, ну и раз есть такой курс, ну я предлагаю что-нибудь про динозавров, как они появились, жили там, что им было нужно для этого и так далее. я бы очень хотел бы послушать лекцию, ну или тему про спутник Сатурна-Титан. Это у меня была уже презентация. Помнишь, неземная жизнь? Это мы расскажем. Не только про Титаны, вот про другие планеты или спутники, на которых возможно жизнь или вот где, куда может человек перебраться. Я могу тебе назвать все спутники, на которых может перебраться человек и на которых может быть жизнь. Хочешь услышать? Ну да. У меня есть три спутника, на которых может быть жизнь. Это Энсцелад, спутник Сатурна-Самый... Там найдены, по-моему, горячие спутники воды. Да, там есть горячие источники, там есть гейзеры. Второй спутник Титан, это самый большой спутник Сатурна, и он больше планеты Меркурий, но он меньше Ганимеда. И последний спутник, на котором может быть жизнь. Есть океаны, да, я про них все это рассказывал. И есть Европа, на нем еще больше гейзера, чем на спутнике Энсцеладе. То есть на этих трех спутниках может быть жизнь. Ну, плюс и планета Маас. А вот откуда человек может переселиться, есть только два объекта на сегодняшний день. Это Луна, это Маас. Все. На ближайшее время дальше мы пока улететь не можем. А Рамка на Луне возможно жить много лет? Нет, на Луне не может быть жизни, но там человек может жить. Ну, я говорю про то, что, ну, там же вроде как, как я знаю, нет воздуха, воды. Я сказал, что там нет жизни. Я сказал, что там человек может жить. То есть цивилизм подколонизации. Да, он может там жить, но я просто не представляю, как. Ну, колонизация. скафандры. строить специальные дома, специальные... Да, конечно, может. Мы же говорим про скафандры. На Марсе вообще нигде человек не может жить без скафандра. Ну, потому что там этот давление. Скафандры. Наоборот, очень низкое давление. На Китане, вот, ты прав, на Китане очень высокое давление. Что ж, Лиса, кто-то у кого-то есть еще пожелания? То есть ты хочешь, Сергей, сказать, хочешь визимой жизни? Да. А Васька, условно Васька, хочешь ты рассказать мне про динозавров? Нет, чтобы вы нам рассказывали. Ну, мы же спросили, что бы мы хотели узнать на следующем на следующем встрече. Ну, да. Да, ну, и S-K-P Мангал хотел мне что-то сказать. Мангал. Мангал. Это Ева. Мангал. Мангал. Ну, ничего бывает, да? Ничего. Я просто не знал, как это почитать. Да, Ева, ты нас слышишь? Да, я слышу. Можешь сказать свои пожелания? Расскажи. Надо знать. Ну, вот что, ты хотел бы услышать от меня на следующем уроке. Про другие планеты еще побольше. Ну, я про них рассказывал, но... Про больше, да. Побольше, это в смысле все планеты? Ну, да, ну, просто побольше про планеты говорить. Про все слоочные системы? Да. А, про все слоочные системы, но я могу сделать презентацию, но у меня сейчас будет тема по жизни, я буду идти дальше к гинозаврам, так что тема, которую предложил так называем Васька, будет первая сказана, а дальше я буду, наверное, скажу вам еще про планеты. Еще, если можно, я бы хотела послушать про черные и, возможно, белые бедры. Это будет сделано, сначала я скажу вам про всю жизнь на Земле, я уж начал, так что я ее и закончу. Спасибо большое. Так что, Лариса, думаю, нам пора заканчивать. Да, конечно, Коль, спасибо огромное. Спасибо большое. , Лариса. Это было 120 hits.